Дорогие девы, предстоящая неделя, пока еще полная неделя сентября, с начинкой у нас, случится вот тот самый, один из самых магических, из четырех самых магических дней в году, это день осеннего равноденствия. Пожалуйста, запасайтесь материалами специальными, изготавливайте талисманы, совершайте разные бытовые магические ритуалы. Это действительно по-настоящему сильный магический день, суббота, 23 сентября. Ну, а также в субботу, 23 сентября, солнце покидает ваш знак. Кстати, поздравляю поздних дев с днями рождения, желаю вам всего наилучшего. И солнце переходит в весы, таким образом, начиная для всех нас период переговоров, а также это время, чтобы отстаивать личные границы. Две карты для девы, давайте посмотрим. Семерка кубков иллюзии, иллюзии, еще раз, и самообманы, давайте добавим сюда, иллюзии и самообманы. Нечто иллюзорное вас ждет, нечто вас искушает, судьба искушает, вернее, выбором. Часто множественный выбор из множества вариантов, например, несколько работ, все завидные время предлагает, несколько, там, я не знаю, квартир, одна, другое лучше, которые вы можете купить, несколько женихов тоже, и вы на расхват. Но выбор этот очень-очень ненастоящий, ложный, карта так и называется, ложный выбор. И она советует вам не тратить время на то, чтобы выбирать. Вы выбираете из несуществующих вещей, из несуществующих предметов. И это скоро выяснится, завеса, дымка, вот это вот, сглаз, падет. И вы, ну, в лучшем случае, почувствуете досаду за потраченное время, а в худшем, наверное, ощутите себя в дураках, потому что вы многое придумали и о многом успели размечтаться о том, чего на самом деле судьба-то вам, в общем-то, не предлагала. Семерка кубков, пустые разговоры, обещания, которые никогда не будут выполнены. Вот такие опасности недели для девы. Впрочем, знаете, девы не фантазеры, прямо скажем, да, и если кто-то вам свои фантазии навязывает, вы легко с этим разбираетесь. Поэтому я думаю, что разберетесь в этот раз, но вторая карта для девы будет какая? Похоже, что эти все иллюзии кто-то готовит вам именно на любовную тему, потому что романтический персонаж здесь появляется, рыцарь кубков. Мужчина, который испытывает к вам чувства, но мужчина или молодой человек, не знаю, рыцарь, он может быть достаточно молодым, конечно, испытывает к вам чувства или говорит, или он показывает. В самом худшем проявлении карты обещают прямо вот любовный обман, знаете, какая-то любовная интрига, в связи с которой вы получаете много внимания, много разговоров. Даже подарки могут быть, даже могут быть какие-то комплименты или приглашения куда-то. Но с чувствами этого человека надо разбираться, разбираться и разбираться. То есть под прицелом, наверное, в зоне опасности у нас те девы, которых ждёт новое знакомство любовное в это время, потому что портрет героя вроде бы хороший, не придерёшься, чувствующий, чувственный какой-то человек, романтический герой. Но что он несёт в вашу жизнь? Это всё развеется, не состоится, и скорее, и очень быстро выпадет в осадок. Для деловых и профессиональных отношений прогноз на самом деле точно такой же. Смотрите, знакомство или контакты с человеком, который много обещает, и хочется, чтобы он говорил и говорил. Но на самом деле человек этот ненадёжный, впрочем, намеренного, умышленного обмана здесь нет, и обещаний его не будут, выполнена карта советует девам, включить свою знаменитую на весь мир вот эту вот логику, дедукцию и математическое мышление, чтобы вычислять людей, которые много говорят и мало делают. Спасибо.